НОРМАЛЬНЫЙ! НОРМАЛЬНЫЙ! Никита Джигурда уже несколько лет подряд шокирует публику своим нестандартным поведением. На самом же деле нормальная джигурда так наяривает ради публики и за идею вселенской космической любви. Регистры Никита Борисович разрабатывает с 13 лет. После тотального увлечения творчеством Высоцкого он даже пострадал за правду. Мне ломали пальцы, забирали в сумасшедший дом, в милицию, КГБ, исключали из институтов. Я выходил на площадь и орал. В наши дни актер продолжает выходить на публику, благо и голос позволяет, и творческий багаж за годы накоплен. Благодаря могучему русскому языку Никита способен заинтересовать любую публику. Я прихожу в зону, и я свободен в зоне, потому что я могу петь лирику, романтику, но перед этим я должен сказать ребятам, разум душу не ебит, разум душу губит. Но после этого я читаю им лирику, я читаю им романтику, которую без предварительного мата они бы не слушали. По части эпатажа актеру близка Леди Гага, однако, чтобы полностью раствориться в ее творчестве, Никите не хватает концепции. Есть эпатаж, и это классно, но я жду от нее проявления как раз той вертикали того духовного х**а, который не зависит от пола. К разговору о межполовых отношениях. Никита Джигурда женат на олимпийской чемпионке Марине Анисиной, которая немногим ранее встречалась с принцем Монако Альбером II. К аристократическому прошлому своей жены Джигурда относится равнодушно, но размолвки с принцем даже рад. Взаимоотношения, взаимоотношения, те, которые закончились разрывом из-за того, что Анисина имеет характер, стержень, и сказала впрямую принцу, что ты этих б***ь, может ты уберешь отсюда из ресторана, они вешаются тебе на шею. Принц окружающих его дам не убрал, а Марина, по их примеру, вешаться на шею никому не стала и выбрала Джигурду. А он такой преемственности только рад. Я имею героя Франции, олимпийскую чемпионку в ее лице, всю Францию и принца Монако в том числе. Я совершаю великий акт священной космической е**и. Своим детям от брака с Мариной Анисиной он закладывает главную информацию еще при зачатии, а сейчас старается быть для них хорошим и любящим отцом. Ангел прилетел ко мне не на самолете, ангел прилетел ко мне и не по работе, ангел прилетел ко мне в животе у мамы. Владимир Стражук, Максим Ласов, Алексей Широков, ПРО Новости. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова